Это VSPlanet.net. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И тут такая вещь произошла. В Москве снег выпал. Первый снег, получается, это у нас какое число? 26 октября. Причем я вот обращал внимание, неделю-две-три назад смотрел еще зеленые листья. Кстати, до сих пор зеленые листья есть. Я так каждый раз мимо деревьев проходил, так, мужики, держаться надо, блин, потому что что-то как-то это унылое, безлетнее, безснежно-беззимнее грязь, она вот больше всего уничтожает, убивает. И сегодня вот выхожу с утра, снег лежит, причем кое-где еще зелень держится. Ну а мы будем говорить про импактовское шоу Bound for Glory. И тут важно уточнить, что импактовское оно, видимо, в последний раз, правда, не хочется загадывать на сколько. Дело в том, что с января будет обратный ребрендинг, хотя даже не обратный, а очередной. Теперь все это будет снова называться Тиной. Алексей Красильник, зовут меня. Кирилл Ковалев, Джокер на связи также. Кирилл, привет. Всем привет. Как у тебя там со снегом? Я так понимаю, у вас, видимо, никак? Да, у нас неделю назад было 3 градуса, а потом сейчас как-то у нас плюс 25 резко. Ну вообще сейчас в Грузии отлично. Приезжайте все, потому что и фрукты пошли. То есть как раз унаби, уже хурма пошла, фикуа, все классно. Унаги, ты сказал? Унаби. Это такой местный полуфрукт, полуягода. Он такой небольшой, коричневый, ну, по вкусу чем-то грушу напоминает. Да, прикольно. Я подумал, правда, унаги. Возникло, что все-таки банфоблори главное. Потому что с Лэмверсари как-то подготовка какая-то что-ли скомканная была, спонтанная даже назвал. То есть как-то вот некоторые матчи прям за шоу, за неделю назначались. А к банфоблори прям шла такая уже в этом году конкретная подготовка. Уже даже приглашенных рестлеров это давно объявили, ну, например, про Оспре. То есть Шелли с Александром тоже так это прям месяц выстраивался, если не больше этот матч. Полтора сентября же ведь. Да, ну, примерно полтора. Тринити с Микки Джеймс, ну, относительно недавно заход, но как бы тоже такой громкий матч для промоушена. Вот, но сюжеты как-то тоже долго развивались. Но при этом ничего же не произошло. Вот на самом шоу, на самом шоу. Я честно, я думал, что на этом шоу, вот объективно думал, вернут титул Александру. Ну, потому что, понятно, проиграл, потерял титул без проигрыша. Шелли, просто у него на всем титуле прям написано «Я временный чемпион, потому что предыдущий получил травму». И Маклин там, что с Маклином? А, кстати, тоже травм, по-моему, получил, Маклин или нет? Тоже, по-моему, вырубился. Он же этот выигрывал. Временный титул выигрывал Шелли. И поэтому я думал, вот сейчас, вот бац, они как раз и вырулят обратно куда-то в направлении том, куда они шли. Сейчас и Маклин вроде вернулся, и Александр вернулся. Сейчас они все это будут докручивать, возвращать. Потому что в ТНА любят это делать. В ТНА, в «Импакте». Тот самый сюжет с Калиханом и его походом за чемпионством. Нет, не Калиханом. Короче говоря, то, что... Да, Калихан, слушай. Когда отложили фактически все свои сюжеты ради передачи титула Кенни и Омеги. И в итоге потеряли кучу и «Импакта», и «Моментума», и «Хайпа», и всего. И я думал, честно, сейчас вот они как-то вернут. Не случилось. «Тринити и Джеймс», ну тут я наоборот, я молился, чтобы ничего не произошло. Слава богу, оно не случилось. «Х-дивизион», я тоже думал, блин, как бы я очень люблю Сейбина. Я его очень старый преданный фанат. Но мне казалось, что как-то мог бы он чем-то... Ну, правда, не с Кентой, наверное, и поделиться. И все. Что там, по-моему, только командные титулы поменялись. Я не помню, что-то еще было на кону. Женские сохранились, женские... А этот SMM, господи, медиа не были на кону вообще. Поэтому такое ощущение, что вот... Ну, я не знаю, я такие шоу, может быть, зря, как-то неблагодарно называю хаос-шоу, где вот ты приходишь, тебе показали интересный креативный рестлинг, ничего не изменилось, ничего не поменялось. С сюжетной точки зрения, по-моему, тоже особо ничего не вышло. Как обычное хаос-шоу, которое очень многие рестлеры расхваливали и расхваливают за то, что там можно всегда покреативить. Покреативили? Да, я, наверное, соглашусь. Но, кстати, по поводу передачи титула Джошу мы недавно переписывались с Богданом. У меня была вообще еще более прикольная мысль, что Джош заберет титул, а потом Лось реализует свой чемоданчик. И повторение сюжета двух лет недавности. Как раз утром у нас все то же самое было. Ну, только вместо Шерри был другой рестлер. Вот. А по поводу, кстати, непосредственно рестлинга, я не знаю. Может, у меня какие-то были завышенные ожидания. Но вот меня непосредственно рестлинг немного подразочаровал как раз на шоу. Нет-нет, я имел в виду, что не было чего-то такого. А, кстати, а что ты сейчас в это вкладываешь? Потому что мне показалось достаточно... Может быть, скучно, может быть, рутинно было. Вот знаешь, тоже, что бывает на хаос-шоу часто. Как бы нового ничего не показалось. Ну, привезли оспрея, конечно, понятно. А в остальном, ты смотришь на название матча, и вот ровно, что ты можешь предположить, ровно то ты там увидел. Нет? Ну, вот у меня, кстати, что самое интересное, от каждого матча какие-то вот, ну, немножечко по-своему. То есть Сейбин с Кентой, я думал, что оно сложится прям по стилю. Ну, как бы должно сочетаться. Но как-то прям не особо хорошо, на мой взгляд, вышло. То есть ACB против Сарванцов, ну, честно, мне хотелось подольше матч этот посмотреть. Потому что вроде такое противостояние уже на несколько месяцев, и рестлеры могут хороший рестлинг показывать. Ну, меньше 10 минут матч в итоге. Алекс против Джоша, ну, опять вот эта тягучка вначале, которую я так обожал на 5-10 минут, когда просто тут ничего не происходит, а потом начинается все резко. Обязательно такое ощущение, что это делать. Да, и вот Osprey с Бейли, ну, тут наоборот, кстати, вот по рестлингу меня даже немного удивило, но я думал, что такого получится. Инди-инди, а тут как-то даже, ну, на самом деле складывалось, что вот именно вот приемы, например, Osprey хорошо реверсировались были, вот его прием, вот это вот накладывалось как-то все классно. Ну, вот прям хайп вокруг этого матча, который потом поднялся, честно, вот как-то мне, ну, не то чтобы понятен. Ну, круто, ну, что прям действительно вот настолько. Вот я, например, даже сразу после шоу зашел на кич-матч, вот оценка от пользователей. Почти 10. В среднее. Да, 9-46. Это, извините меня, входило в 100 лучших матчей в историю. 100? Я думал выше. Там, по-моему, 95 или 96 место было, и это вот такая же оценка у пятизвездочника Рики Стимбута против Рика Флэра. Ну, это Рисин Сибайес, во-первых. Вот это то, что это было совсем недавно. Во-вторых, натуральный хайп, потому что Osprey и Бейли, это вот, наверное, венцы хайпа своих времен. То, что Osprey разгоняется в предыдущие несколько лет. Это даже уже просто, мне кажется, не смешно, хотя многие так считают. А Бейли, я просто напомню, что как раз до того, как он получил свое отстранение и запрет на отстранение, я имею в виду, на уровне въезда в США из Канады, до того, он как раз разгонялся вообще, как наше все, на самом разном уровне. Он был звездой про-рестлинг Гириллы, а мы понимаем прекрасно, что как раз в про-рестлинг Гирилле хайп возведен в абсолют. Поэтому тут, мне кажется, вот они свели настоящее прошлое и будущее. И, блин, а с другой стороны, ты знаешь, я сейчас, извини, что откатить разговор к несколько минутной давности. Я вспомнил, вот ты сравнивал, как Лось реализовал свой этот кейс, возможно, с титульную выиграл он. А Александр ведь как раз Кристиан и перед этим победил. Да. То есть, получается, я вот сейчас пытался вспомнить, как они откладывали сюжеты на время чемпионства Омеги, а они, получается, не откладывали, они просто выкинули в помойку и Свонна, и Калихана, и тех, кто был в титульной гонке перед Омегой. Но это так, я что-то сейчас призадумался, и просто мне казалось, что они отложили, а потом показали. Они ничего, правда, не показали. Просто сразу перешли к Александру, к Лосю, и там дальше они там что-то... Эдди Эдвардс еще, по-моему, тусовался в титульной гонке. Ну, ладно, это дела действительно уже такие, в 2021-го года или когда его там. Пробежимся по матчам. Угу. Ну, потому что впереди у нас еще важное объявление, надеюсь, у нас времени тоже хватит, с женского командового матча. Давай начнем, все-таки с прешоу коснемся, потому что там Слемович, которая очень странно получила 15-е место в мужском рейтинге, просто Рестлинг Иллюстрейта, да, в женском оказалась ниже. Мне так это всегда нравилось. Ну, да ладно, пес бы с ним, и Киллер Келли недавно заглядывал в этот, в NXT, где порадовалась за победу этой очередной плохо язычной Валькирии. И вот я, на самом деле, почему про этих двух сказал отдельно, потому что что такое Таша Стилс, я не понимаю. Это что? Понятно, что она выходит в каком-то в этом, я знаю, в египетском каком-то наряде, такой типа под Нефертити, с танцами с этими нелепыми в стиле Джейд Каргелл, и что еще? А, и да, и по всем этим, по прикидкам, по манерам, это какая-то Саша Бэнкс. Она просто, что это такое? Это просто... Да, да, еще, извини, подается, как Пуэрториканка. Пуэрториканка. Ну, в всяком случае, с Пагом раньше выходила. Да, ну, да-да-да, раньше, когда у нее костюм был бело-сине-красный, именно такой, с полосками, со звездой, именно как Пуэрториканка. Что это? Ну, или ладно, или по матчу в целом, потому что, я не знаю, Таша Стилс и Диона Пураза, это максимально рандомная команда, которую только можно придумать. Хотя, конечно, сюжетно это постарались подвести, но даже на заставке перед матчем, там была очень такая любопытная фраза, там написали, Слемович и Киллер не побеждали, не проигрывали ни разу, а Стилс и Пураза никогда не проводили матчи вместе. Честно, тоже вообще не понял вот этого командного сочетания, возможно, ну, опять, я немного уже заспойлерю, что будет развиваться сюжет между Таше и Пураза, что-то все абсолютно матчем потом приведет, да. Старое доброе, да. Вот, ну, скорее всего, просто ради этого впихнули, но как-то вот, прямо они вообще абсолютно никак не сочетаются, но это просто вот как-то, ну, абсолютно разные рестлеры, и внешне, и по характеру, и по стилю рестлинга. Я бы сказал, что они не то чтобы разные, они не сочетаются как-то друг с другом, потому что вот я говорил всегда, что я к Пуразе отношусь максимально негативно, как к рестлерше, да и как, наверное, вот к этой представительнице этого поколения тоже, но вот она всегда максимально старается, она прямо из штанов лезет, чтобы все провести чистенько, гладенько, и лично вот по моим, если бы я всегда шутил, да, ну, не всегда, шутил, что если бы я был учителем, я больше четверки все равно не ставил, потому что у нее не очень получается, а здесь вот у них просто, ну, как-то вот они друг с другом не склеиваются, потому что те же Слемович и Киллер Келли, тоже достаточно разные рестерши, это потом их начали подводить и по стилю, по хардкорному, и по цвету волос, по-моему, там, по красному цвету им стали сводить, а так если, ну, хотя нет, они все-таки поближе друг к другу, да, но вот правда, можно сделать практически каждому и с каждым сочетание, а тут вот, я не знаю, даже не пытаются, может быть, я предвзят? Не, мне кажется, здесь на самом деле не пытались, что в принципе, наверное, как бы даже цель свести была не для того, чтобы из них сделать сочетание, а наоборот, чтобы сделать противниц, хотя, если честно, даже как противница, не то, чтобы представила, как они будут особо сочетаться. Они неинтересные, правда, у них, я не знаю, какой у них конфликт между собой, ну, кроме того, что одна лупанула другую на командном приеме, что там, а, суперкик она ей врезала, когда, когда Келли пригнулась, да. Нет, да в том-то и дело, что конфликта никакого не было, то есть, когда Таша вернулась, к ней просто за кулисами подошла Пураса, сказала, что, вот, я думала, что дальше делать, вот, пришла ты, нам нужно сделать команду, и Таша такая, это прикольно, давай. Тогда в завершении про этот матч вопрос, то, что их вынесли на прешоу, это значит, что их сразу выложили потом на ютубе, кстати, можно посмотреть, матч в бесплатном доступе есть, он почти сразу был выложен, они так с прешоу поступают уже достаточно давно, при том, что вроде как рестлерши далеко не последний, как с этим быть, нормально это, или это некоторое, что ли, неуважение, или как понимать, потому что женский матч на основном шоу был один, и плюс еще несколько девушек были в этом, в гаунтлете. Ой, я не знаю, мне кажется, что, наверное, просто как-то они по времени не успевали, потому что, вообще, вот, некоторые матчи, даже, которые я хотел увидеть, ну, именно на этом шоу, я их не увидел, то есть, по логике, вот, например, финальный матч Эдвардса и Каза, он должен был именно на Банфоблоре проходить, что все, ты на завершение истории. И то же самое, вот, как бы сейчас, вот, продвигают безумного Стива в новом образе, это все, как бы тоже было логично, что он за титул чемпиона диджитал медиа с дримером именно здесь сразится, тем более, как раз титул и задумывался, что он не на импакте будет, вот, он где-то там в соцсетях, в Индиях, вот, на крупных шоу, но он не на импакте, а его вынесли на следующую неделю. Да, да, тоже есть. Тоже не совсем понятно, вот, честно, очень много внимания рестлинговые медиа уделяют импакту в последнее время, а на самом деле, если призадуматься, у них очень много негативных моментов происходит, они вроде и по мелочам, но это как раз то, за что импакт как-то в последнее время принято хвалить. А здесь вот так вот вынесли, ну, в принципе, нет, там женские командные, кстати, матчи достаточно регулярно на пресс-шоу выводили, но здесь получается, что в основном ростере практически девушкам оставили вот только внимание на уровне Тринити и Микки Джеймс, а это, извините, выходки, выходки, выходцы из WWE. Пару слов давай про этот, про Зал Славы тоже, наверное, скажем, потому что там очень полярная, мне кажется, ситуация, потому что, ну, Уэст и Тинэй, это просто действительно hands down, не знаю, это только поклониться можно, это феноменальный, конечно, был дуэт комментаторский, уникальный, и мне кажется, вот как только его сломали, это в импакте вот прям первое, ну, ладно, не самый первый, но один из первых знаков, что вот что-то начало ломаться. Это когда Тесс пришел, я не люблю Тесса-комментатора вообще, он мне в WWE никогда не нравился, сейчас вообще беспредел какой-то. Он, конечно, разбавлял достаточно такой методичный и, как это называть-то, блин, такой, господи, слово забыл, академичный, да, пусть будет так, академичный комментарий Тинэя, но у Уэста это все равно получалось круче, было ощущение, что у Тинэя с Уэстом есть какая-то вот связь, может быть, они друг с другом там спорят, ругаются и где-то не находят что-то общее, а вот Тесс с Тинэем никак не складывался, Тесс просто на какой-то своей волне всегда. Ну, а Трейси Брукс, мне кажется, честно, это очень странное решение, я понимаю, почему они его сделали, потому что они хотели сделать отсылку к ранним годам Тины, все-таки 20 лет в этом году, и тупо посмотрели, кто там у нас был с самого начала, и не нашли никого, кроме Трейси Брукс. Ну, блин, это как-то странно. Да, соглашусь, потому что опять у вас как бы есть Конг, у вас есть, например, условно Тара, которая не зала славы, а вы в Одессе Трейси Брукс, ну, при всем уважении от нее. Ну, не, ну Тара это все-таки пришла со стороны, даже Конг пришла со стороны, пусть и из Японии, а Брукс, она же была в Тинэй до того, как начался этот дивизион развиваться, какой там шестой год на Баунфуглоре они устроили большое женское такое показательное месиво, а Брукс была пораньше. Ну, да, возможно, кто-то все сыграл, но я имею в виду, что как бы сам вклад в продвитие именно женского дивизиона, ну, мне кажется, это бесспорно. Здесь вот как раз, да, я про то и говорил, что здесь речь шла не про вклад, а про то, чтобы просто действительно как-то вспомнить ранние годы, потому что, господи, у Брукс-то там, блин, она же еще и как менеджер выступала, причем, если я правильно помню, еще и в некоторых юдах как раз-таки против Каза, с Кентом Сейбином, блин, я не помню, черт возьми, это так давно было, хотел сказать Сейбин, а потом засомневался. Ну, да ладно, погнали тогда к основному шоу, потому что сначала показали еще... А-а-а, запутался сам в том, что хотел сказать. Основное шоу и начали сразу с матча Сейбина против Кенты. Очень любопытный матч, хотя тоже что-то из него перло такое, как сказать, показательное. Мол, мы вам устроили вот такой выставочный матч, смотрите, что там, кстати, блин, пытаюсь вспомнить, что показывали про них на предварительной заставке, как-то они там тоже стали делать, делать в стиле ТНС старого эти X-факторы, но не вспомнил я. Что здесь скажешь? Потому что Кента, мне кажется, после перехода в дабл-дабл и сломался, и так до сих пор восстановиться не может, имеет в виду, как какой-то статусный рестлер, но лично это должно бы еще заставлять и позадуматься о том, а был ли он таким статусным и приличным до того, или это все была раскрутка на уровне того, что вы просто не видели его матчей, и никто действительно не видел. Что скажешь тут? Ну, вот, как я уже говорил вначале, я ожидал до большего, потому что, ну, иногда я посмотрю Нью-Джапан, ну, нерегулярно, но иногда. И вот когда все-таки матч вот Кенты там с полутяжами именно, то, блин, как-то, ну, получается у него, на самом деле, так это здорово. Это все, я думал, ну, как бы, ну, вот, скину, ну, Сэйби, ну, все, ну, тут уже сам Бог велел хороший матч сделать. А как-то что-то не сложилось. Вроде оценка высокая в конечном счете, но мне прям вообще как-то, ну, нудно показалось. Я куда большего ожидал от этого всего. Самое главное, я еще, кстати, думал, что хорошо будет в Чикаго, то Кента все-таки ботус не проведет, но все-таки не дали. Да, бейсить не стали или провоцировать не стали. Правда, вот ощущение такое, что ты как вот, как был настроен, на что был настроен, то и получил. То есть, как бы, сверх того ничего особенно не дали. Ну, я не знаю, хорошо это или плохо, потому что периодически, как бы, знаешь, лишнее, лишний раз перебреть, это не совсем хорошо. Вот, а тут, правда, я даже не знаю, за что зацепиться бы с той точки зрения, что вот, что выделить, что просто повышали и показали, я не знаю, то, что они могут провести, мне кажется, вслепую. Вот, кстати, вслепую, это хороший переход к следующему матчу, потому что к балу монстров с недавних пор вернули вот эту мою любимую штуку, когда показывают, даже показывают, как рестлеры готовятся, сидят в закрытых помещениях. Правда, не знаю, мне кажется, в этот раз они переборщили. По-моему, Райна сидела вообще в какой-то, прям, не знаю, метр на метр какой-то подсобке. Раньше-то хоть показывали какие-то, я не знаю, там, пространства, что можно где пройтись и прогуляться, а тут прям вот именно у Райна был вообще прям натуральный какой-то. Да, как будто каморка для швабры. Да, 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 прям вот реально, еще в особенности, когда дверь открыли, и там просто сразу раз-раз, и стена-стена. Какая-то юрла. И, кстати, вот как считаешь, нельзя ли засчитать за нарушение, что когда лось вышел, ему сразу дали попить? Я очень обратил внимание. Он вышел, ему сразу бутылку воды, и он такой сразу вышел. Да, в принципе, без еды, без воды, без женщин, да, нарушение. Моя любимая старая присказка. Ну, там еще без света, и, видимо, еще без ограничений, без этих самых. Ладно, понеслась, потому что матч сразу начали на рампе, там еще не успели выйти, кто там начал, по-моему, Маклин с Райна начали прям совсем сразу, потом уже только к ним присоединился лось, и уж еще чуть позже ПКО. Что скажешь по матчу? Насколько вот эта вот баломонстровость соответствовала и традициям, в хорошем смысле слова, и чему-то новенькому? Честно, не знаю. Если бы матч просто был обычный хаткорчик, ну, как бы без этого названия, ну, мне бы зашло хорошо, бодро, в принципе. Но как-то вот именно баломонстров, ну, я не знал. Я на самом деле не увидел той самой монстровости. То есть как-то предметы, которые использовались, ну, использовались, но не то чтобы прям в большом количестве. Опять как-то, ну, баломонстров, какие-то там споты должны быть, ну, яркие, жесткие. Ну, кровь, в принципе, уместна. Ну, в матче, насколько я помню, даже крови не было. Слушай, а это ты правда хорошо заметил. А я бы, знаешь, на что тоже обратил внимание? Ведь изначально, правда, старались этот матч проводить для рестлеров с гиммиком. То есть там какой-нибудь, ну, Райна, понятно, Сабу, понятно, Абис, понятно. Когда начали добавлять хардкорчиков, типа вот Спайка Дадли, по-моему, туда запустили, уже как-то, ну, блин, ну, что это за... Где, правда, монстровость-то? Вот, правда, а тут смотришь на ПКО, да, монстровость. Ну, да. Лось даже я готов был понять, хотя, блин, у него штаны такие были в клетку. Мне все время казалось, что натурально он такой ощущение, что просто пиджак снял и вышел. Еще, по-моему, там какие-то красные у него ботинки были. Райна я готов за монстра здесь понять. А вот Маклина я прям не могу его оценить как этого, как монстра. Я его не воспринимаю. Да как хардкорщика, как суперзвезу, я его не воспринимаю. Правда, мне кажется, с ним очень большой перебор с этой точки зрения. А вот меня, если честно, наоборот, это немного удивило. Я просто что-то вспоминал, когда у них был сольный матч с ПКО, когда они там просто кровавую баню устроили. Да, ну а зачем? Ну, вот это, знаешь, это вот то, что, блин, очень любят делать, кстати, в том же самом импакте. Не знаешь, что сделать с рестлером. А давайте мы из него устроим хардкорщика. Зачем? Я не знаю, Маклин для меня очень серый рестлер. И хардкорщик он тоже серый. Ну, как бы это вот нельзя компенсировать каким-то повышенным энтузиазмом, вылить кучу крови, чтобы тебе похлопали. Да, но, блин, ну я не знаю. Я прям даже... Нет, я здесь согласен. Я имею в виду, что как бы даже, ну, это оно по сюжету. Вот тогда это был просто обычный матч, вроде хардкорно не устроили кучу крови. В этот раз у них срайна, причем даже такая, ну, долгая жесткая история, казалось бы, они опять там друг друга должны уничтожать все это. Ну, как-то, ну, просто такой даже полусофткор вышел какой-то. Ну, я бы не сказал. Там вот в особенности спотс был, когда Лось Пикео бросил бомбой на эту набетонную платформочку, на которой были еще клубки рассыпаны. Да, про это спотс зовут. И он его прям не добросил, то есть тот должен был приземлиться как бы спиной на эту платформу, а он приземлился на угол. Ну, факт, он очень сильно не долетел, то есть голова и плечи были уже вот там на бетоне с кнопками, а вот поясница еще была на матах, то есть он его прям на угол бросил. Я прям это думаю, блин, ребят, вы там совсем старика убить, кстати, захотели. А, кстати, это я сказал, потому что ПКО все-таки продлил контракт совсем, то есть он остается в импакте. И вот тоже интересный момент, это, знаешь, если немножечко отойти к новостям, вот как это тоже понимать? Я нисколько не сомневаюсь, что у канадцев, у всех у них какая-то своя общая внутренняя ментальная связь. Почему про ПКО прошла вот эта информация, что типа он выходит на рынок свободных агентов, он там уходит из конторы, потому что они в итоге договорились, вот как сам ПКО написал, что мы просто встретились и все. То есть пожали друг другу руки и договорились. Они забыли, когда заканчивается срок действия контракта? Просто это было очень ненужное сообщение, которое положительных вещей не добавляет никак. Потому что ну как-то ПКО реально там, хоть он и недавно относительно дебютировал, но это прям вот он себя нашел в этом промоушене. Это как новый Абис, только такой постаревший дядюшка Абиса такой, блин. Потому что вот прям если бы Абис оставался в ТНР, вот это был бы он, правда. Почему так? Или ничего там такого нет? Просто если такое делать, это значит поднять немного хайпа. Но здесь хайп-то был какой? Просто хайп ради хайпа. Посмотрите, вы забыли контракт со своим рестлером подписать, или вы его упускаете? Потому что Калихан-то, например, ушел. Вроде как, пока что. Да с Калиханом тоже пока непонятно. Ну а с ПКО, я не знаю. Иногда в спорте вот была ситуация, что просто до последнего откладывал, что как-то, например, сам футболист говорит, что вот хочу вот до конца доиграть Сидон, потом уже будем разговаривать. Потому что пока, ну, меня это отвлекать будет. Так здесь подписали-то до. Подписали-то до. В ФГ я имею в виду. Да, контракт у него прямо через месяц должен был заканчиваться. Не-не, заканчиваться через месяц. По идее, они могли бы как бы, да, он довыступал бы, и в конце декабря сказали бы, все, мы обдумали, мы продлеваем свои взаимоотношения. Помню, что-то такое было относительно недавно. А здесь сначала прошло сообщение, что все, он уходит. Обычно это бывает, когда агентские игры начинаются. Мол, посмотрите, я ухожу, заплатите мне, или заплатите мне побольше, есть спрос. Ничего, просто в итоге потом очень по-доброму остались, вернулись. Я не знаю, ну, может быть, я докапываюсь. Что-нибудь еще по матчу. А, Булли Рэй вышел, сбросил Маклина в стол с этой, господи, как называется, с колючей проволокой. Натужный спот обязательно был. Что еще, Маклин сломал ногу Райна этим стулом, когда ударил и положил того ногу на ступеньки. А закончилось все, пытаюсь помнить, чем. Бики его, по-моему, лося удержал. Да, да, потому что он там единственный живой остался. После, а после чего? Блин, я забыл финальный спот. Возможно, после центра своего сканата. Да, это само собой. Но как тут подошел, потому что я помню, что лось-то доминировал так ближе к концу. Ладно, пес бы с ним, правда. А, Райна вылез, все, Райна вернулся, вылез, вырубил этого лося, сам ударился об стул, а этот на них спрыгнул на обоих сразу. Вот этот момент тоже. ПКО, которому 800 тысяч лет, и он побеждает. Как ты это оцениваешь? Тем более про лося, учитывая, что у лося есть титульная возможность. Немного тоже странновато, на мой взгляд. Я, если честно, думал, что все-таки лось победит, что его дальше будут продвигать. Ну, понятное дело, что лося-тимотанчик как-то по-хилиски внезапно организует, но как бы все равно, что чемпионат легитимно должен выглядеть. Да, да. Не знаю, опять же, тоже. У лося вот эта вечная ситуация, что его как-то почему-то продвигают-продвигают, но такое ощущение, что им никто не занимается, и он сам какие-то свои истории придумывает, потом приносит, и говорят, да, хорошо, вот, на тебе титул. Или нет, нехорошо, на тебе титул, но мы у тебя его потом заберем, потому что это будет часть другого сюжета. Не знаю, очень странные ощущения остаются. И командный матч дальше. Или что ты еще добавишь? Да нет, вроде ничего больше. Потому что как раз уж про эти, про чемоданы заговорили, вот, пожалуйста, реализация чемоданов, командные дивизионы ABC против Раскалов, против Сорванцов. И, наверное, я ожидал, и, может быть, даже хотел каких-то титульных смен, но вот это меня удивило, потому что, ну, это для этих, для Эйса и Криса это какое-то стопорение на месте. Для Сорванцов я не понимаю. Мне казалось, вот у них сейчас уже, ну, этих всех добавили бывших Раскалов, а их же там изначально было четверо. Сейчас и Майрон Рида из Мейджор Лига Рестлинга обещают подтянуть, ну, обещают, в смысле подтягивают. И, а тут наоборот, вот что, расскажи, как там на самом деле, потому что, может быть, я опять же что-то упускаю. Нет, честно, тут я, кстати, тоже думал, что все-таки Сорванцы станутся чемпионами, потому что опять уже, ну, как бы, карт на, и на британские шоу, на это все уже было публиковано заранее, и везде был Майрон Рид, причем в составе Сорванцов. То есть, ну, я думал, что здесь его как бы и объявят, то есть он вмешается, ну, как обычно, то есть, ну, Сорванцы же всегда как бы грязно побеждали. А тут прям дали клубу чистую победу, причем из-за того, из-за недопонимания Сорванцов друг друга, что вот один другому в итоге баллончиком в лицо прыскал. Ну, странновато немного. И вот эта ерунда, кстати, с прысканием баллончика, я понимаю, что это не один в один, но я не случайно вспомнил, как на пресс-шоу Таша Стилл сначала врезала Диони Пураза суперкиком, когда пригнулась Киллер Келли, и потом они в итоге Киллер Келли удержала, удержала, блин, Пураза, на то, по-моему, удержала. Ну, короче говоря, фишка в том, что они, по сути, повторили командный финиш матча. Как вот с этим быть? Или это, опять же, пофиг? Честно, не знаю. Да, мне вообще, кстати, этот матч я бы еще хотел отметить немного сначала, что он вроде как бы и громкий, ну, сейчас именно как командный матч вывеска. Да, на сейчас, да-да-да. Да, но ситуация опять получается такая, как бы, ну, не выигрышная в любом случае, потому что, ну, не дашь титул клубу, как бы, опять, ну, их куда девать дальше, что с ними делать. Ну, вот, отобрали сорванцов титул, вот, их куда дальше, в каком направлении двигать, ну, непонятно. То есть, как бы, вроде обоим командам титул нужен и какое-то внимание, ну, тоже растягивать между ними сюжет, он, как бы, уже и так изначально, ну, переход сорванцовка, команда именно с клуба начался, то есть, ну, смысла они особо не имеют. Я просто... что дальше будет. В этом смысле я сам, может, не очень внимательно смотрю, поэтому вот у меня возникает вопрос, может быть, я что-то недопонимаю, но у меня тоже возникли вопросы и по содержанию, по результату, а по содержанию это, правда, вот было, что ты можешь примерно представить, то ты и получил. За вычетом, естественно, вот того финиша, который фактически совпадал с пресс-шоу и результата, который вот вернул титулы к Бею и Бею и Остину. Ну, а дальше Оспра и Бейли, собственно говоря, да, Оспра объявили еще, если я правильно помню, летом, ну, как минимум, за несколько месяцев до Бейли потом ему в противники назначили тоже по понятным причинам, потому что это снова в кавычках, опять же, Dream Might. Что в итоге получилось и как это смотрелось, вот если мы учитываем, что это Impact, что это Bound for Glory и это шоу с достаточно высокой посещаемостью, потому что порядка двух с половиной тысяч зрителей они собрали для TNA, для Impact это хороший показатель в особенности для посткоронавируса, но я бы не сказал, что это что-то чрезмерно выдающееся. Потому что 19-й год у них было по прили... Меньше у них было только совсем, когда были самые темные времена, когда, блин, это же реально, у них же цирк был, это какой, блин, я забыл, это 15-й или 17-й год, когда они дебютировали на Pop TV, и они просто весь осенний, фактически, свой телевизионный хрон заполняли матчами, которые были записаны на разных шоу. То есть просто надергали матч и сделали из этого турнир. Вот мне кажется, тогда вот у них приходило, могло прийти там на BFG человек 500. Вот это было темно, а в темные времена, а даже в 19-м было достаточно приличней. И вот они привезли на это шоу Оспре и показали вот такой матч. Я вот к чему все это вел. Ну, мне кажется, на Оспре в принципе могло бы побольше народа прийти. Это все-таки Чикаго там как бы любят такое. Сам матч, ну, честно, я думал, что будет похуже, что такой вот Индии, такой вот прям оверспоты от Оспре, как он любит. Опять он большое количество таких спотов, после которых вроде как бы нужно удерживать, но там вырывается, просто поднимается, продолжается. Хотя, в принципе, опять такого было, но в меньшей мере. Ну, не так много, как я думал. И как-то стиль рестлеров вот очень удивительно сложился, что вот я имею в виду переходы приемов, вот реверс вот эти, как-то что, ну, логично все выглядело. То есть, что пытается Бейли свою коронку провести, а Оспре прерывает своей коронкой, и это на самом деле прям логично, ну, в этой ситуации смотрится. Ну, я не знаю, мне не понравилось. Я не воспринимаю атаки Бейли, потому что вот он обозначает такое ощущение, что вот посмотрите, какой у меня прием, а ну окей. Оспрой, ну блин, но я не могу, это вот какой-то инди-инди, от которого меня тошнит. Вот у него есть спот, когда он разбегается и прыгает в этот, в канаты, и после этого катер проводит, я не помню, как он называется, у него наверняка как-нибудь он Оспрой катер или что-то. Да, Оспрой, по-моему. Да, 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 здесь он проводил его на краю ринга и тут я прям смотрю, думаю, я уже прям начал, я уже закипать начал и смотрю прямо перед тем, как забежать, вот сделать шаги к Турнваку, он по краю ринга разбегался, он посмотрел назад, господи, он прицелился, я аж прям выдохнул, у меня прям, знаешь, как это гнев, злость, которая превысила, прям в ноль ушла, думаю, господи, мальчик взрослеет, потому что вот буквально в Олл Элите у него были эти матчи, когда он то же самое проводил, он абсолютно назад не смотрит, я думаю, ну слава богу, и буквально через минуту он повторяет этот прием уже на ринге, уже с разбеганием в канаты, и он посмотрел на противника, ну, в смысле совсем заранее, то есть он не смотрел, посмотрел, спозировал, побежал в канаты, а Белли, ну ты-то уж подстройся там, пожалуйста, под меня, я не знаю, для меня этот прием показатель того, насколько человек готов к какому-то нормальному человеческому рестнику, потому что иначе, когда ты не смотришь на оппонента, это и есть гимнастика, в которой, собственно, оспри обвиняют, потому что, если ты полностью доверяешь оппоненту спот, значит, ты забываешь о том, что он должен быть как-то реалистичен. Я не хочу здесь приводить примеры шоу из другой компании, но в дабл-даблы тоже редкий случай был, когда этот придурочный гильотинный электроп в затылок, я первый раз нормально увидел от Бекки Линч, когда она сначала побила Триш-страту соседку, побила ее, потом подвесила на третьем канате, и было понятно, что Триш висит, потому что только что ее били головой о сетку, а не падает она, потому что она как бы держится, ее тут сетка рядом, поэтому она не падает, и поэтому этот прием смотрелся нормально. Ну ладно, это я что-то увлекся сравнениями, вот, и здесь вот просто это вот сначала у меня очень резкий, резкий такой кардинальный разброс мнений по двум фактически идентичным приемам получился. Вот, и еще, ну по поводу матча тоже как бы я понимал, что, ну для чего это делается, что как бы в интернетах везде синус-марки хавали, скажем так. Оно и есть, оно и сработало, да. Ну прям да, что вот настолько это все сработает, ну честно, немного удивлен, что, во-первых, вот такие все реакции фанатов, я, кстати, отмечу, что это первое, в принципе, за всю историю ТНИ и импакта оценка больше пяти звезд за матч. Вот, я хотя как раз к этому хотел чуть-чуть попозже подойти уже в концовке, потому что это первый, они получили 5.25, если я правильно помню, или подходит, 5.25, и это первый случай с 2005 же года, ведь правда, а по сути второй, то есть до того в импакте пять звезд получали только Стайлс Дэниелс Жо, тот самый матч на, о господи, на Unbreakable, который, кстати, Оспро и для себя выделял, как это матч, после которого он стал, захотел заниматься рестлингом, тип матч, который его вдохновил. Да, вот, ну, тоже для меня, если честно, немного странновато, получается, опять-таки, как бы, ну, если брать вот оценки деда калифорнийского, то этот матч действительно, промоушен за все время. Хотя, ну, было куча хороших матчей, ну, исторических важных, даже я не знал, не давний матч, вот Джоша против того же Бейли, мне как-то понравился больше, именно по рестнингу. Ну, вот. Мы понимаем, да, что там сдвинулась и граница, да, и вертикальная ранг, соответственно, если раньше у нас пятерка была максимум, теперь, какая там самая большая оценка-то была? Семь, да? Теперь 5-25, 5-25 из семи, блин, я даже посчитаю, сколько это получается, если переносить на современные деньги, грубо говоря, разделить на 7, умножить на 5, но это 3-75. Кстати, да, я бы столько и поставил этому матчу, но это я лично, опять же, не настаиваю, у нас сейчас рамки другие. Хорошо, здесь еще, знаешь, что хотел бы спросить? Именно с этим матчем это связано в первую очередь, потому что этот матч сразу стали рекламировать, что мы вам его покажем бесплатно на импакте. И вот четверговое шоу, которое состоялось, мы записываем уже после того, как его показали, там были только матчи с Bound for Glory. В принципе, оно и понятно, и изначально они объявили о том, что срезают количество своих телевизионных записей, до конца года, вот после предыдущего сета записи, до конца года у них будут только то, что вот мы где-то записали, сейчас они Великобританию на матчи нарежут, там у них тёрнинг-поинт скоро прям будет совсем, через неделю. Слушай, или завтра. Мы записываемся в пятницу? Нет, через неделю, через неделю, да. Не-не-не, его запишут на этих выходных в Англии, запишут, а покажут через неделю, вот почему у меня небольшое смещение по фазе получилось. И здесь вот такая ерунда. По факту, по факту, это выглядит как, что мы предлагаем вам посмотреть наше платное шоу, главное шоу в году, будьте добры, заплатите. Заплатили, окей, кто-то, я не знаю, человек 15, наверное, заплатили. Хотя больше, они же показывают еще через файт или какие-то другие стриминговые сервисы. А потом мы это все показываем через 3 дня бесплатно. То есть всем тем, кто заплатил, по сути, показали, я прошу, это не такие большие деньги, но как бы, ребят, вы все-таки продвигаете свой продукт или нет? Тем более, тем более, кстати, они объявили следующее свое шоу, как какое-то, блин, какое шоу-то? То ли Hard to Kill, то ли, ну, короче, я что-то не помню, как эксклюзивное шоу, которое будет показано только на импакт-плюсе, только на нашем стриминговом сервисе. Больше нигде этого не будет. Одно из шоу, которые впереди будут, вот они так обозначены. То есть с одной стороны, ребята, айда, подпишитесь, а с другой стороны, ну, БФГ мы вам покажем бесплатно. Причем, вот именно этот матч они показали целиком. То есть, например, Гаунит, остальные матчи, они просто нарезочку сделали такую, а этот матч, вот они прямо вот тут и тут целиком показали. Ну, они прорекламировали его, заявили как целиком и полностью. да, да, да. Ну, как по мне, если честно, не очень уважительно все-таки к людям, которые шоу купили, которые вам все-таки какую-то денежку принесли. Угу. Ну, я опять же, я не настаиваю, может быть, так сейчас и нужно. С другой стороны, импакт давно выкладывает свои матчи, в самые разные, я очень люблю посмотреть, кстати, в особенности что-нибудь из очень старого на свой YouTube. Причем, они как-то очень периодически в странном для меня личной распорядке их потом раз и все удаляют, но вот так вот, чтобы сразу через 2-3 дня, понятно дело, что это матч, вокруг которого они разгоняют хайп, понятно, что это матч с британским рестлером накануне британского шоу, потому что там в четверг, а здесь с пятницы, да, у них британский тур, это, или тоже с четверга, нет, с пятницы, по-моему, все-таки, вот, и нужно немножечко похайповать, плюс Оспрой, который самый перехайпованный рестлер, но все равно как-то это все выглядит достаточно странно. Что дальше? А дальше Gauntlet Call You Shot, то есть еще один матч, в котором победитель получает право титульного матча на выбор. Большая куча людей, традиционно дебюты-возвращения-новые старые лица, и достаточно, мне кажется, нетривиальный победитель. Что скажешь про матч в целом, про содержание, про наполнение, может, про какие-нибудь еще штуки? В целом, такая, даже не импактовская, именно тюрьмевская анархия, я бы сказал, что такой вот именно хаос, веселый, ну, опять, мужчины и женщины в одном матче, вмешательство, которое как бы из ниоткуда, ну, были прикольные моменты опять со своей минуткой славы, там, например, у Сони Киса, который дебютировал, у Данга, которого вроде как бы так это готовили, серьезно уже даже Володько Козлова вернули, последний номер ему дали на выход и чувак выходит и просто за секунду оп. Ну, были прикольные моменты, очень понравился мне победитель, но, правда, опять, они этот момент очень, ну, в концовке после матча очень сильно залажали, там уже был спойлер, что что-то случится, но это уже потом было, понятно, после шоу, просто побеждает Джордан Грейс. Она говорит, что вот, я люблю делать исторические моменты для промоушена, я думал, ну, сейчас вот, наверное, объявят, что хочу с Шелли сразиться, что за главный титул поучаствовать, это все, и тут она говорит, что сражусь за женский титул на хард-кут, ну, на хард-ту-кил, и я думаю, ну, почему, а вот, ну, как бы, в чем история, в чем историчность момента-то. Просто, ну, вот, когда мы уже знаем, что хард-ту-кил будет проходить вот как первое шоу обратно по Тианэй, то есть, да, ну, уже понятно, но вот именно на момент окончания матча ты просто сидишь, думаешь, ну, почему это вот историческо, ну, вот на самом деле, то есть вы дали победить первый раз в истории в этом матче девушке, и просто вот сливаете ее в обычный женский титульный матч обратно, который, ну, Джон Гресси так без проблем может получить. Выглядело странно. Ну, вот понимаешь, это вот то, про что я чуть раньше говорил, не с точки зрения того, чтобы как-то излишне докопаться или покритиковать, но правда, чем больше какого-то хайпа и движухи начинают разгонять искусственно, причем, повторюсь, это все исключительно в ограниченных количествах и в ограниченных рамках, это все только внутри рестлинга, внутри интернет-рестлинга, нигде этот хайп не ощущается. Две с половиной тысячи зрителей на Bound for Glory это хорошо, но вот мне бы хотелось, чтобы эти две с половиной тысячи они собирали на записях. Они, может быть, кстати, и будут их собирать, но это прям вот не сейчас, к этому еще нужно прийти. И ты начинаешь как-то смотреть более пристально, ты видишь вот эти постоянные сплошные косяки типа того, ну, правда, серьезно, Джордан Грейс историческим называет свой матч за женский титул? Или что, что это будет женский титул TNA? А что в этом такого? Тем более, опять же, я повторю, долгие годы именно как раз-таки на премьере TNA тот самый интернет возмущался и ругался, что это оскорбительное название, что вообще, как только Ребренин произошел, это было верным решением, сделано не совсем правильно по процессу, но по задумке это было да, и тут вот такое. Ну, а по самому матчу что-нибудь такое забавное можно вспомнить? Я тебе честно скажу, мне очень понравилось, я, кстати, вот реально не помню почти ничего из этого матча, так вот, ну, учитывая, что достаточно продолжительный был матч, но я запомнил, мне прям очень понравилось, как свингер обнимался с Хувентудом. Я сначала не врубился, а что, что он рад, блин, что происходит? И меня вот реально где-то полсекунды я думал, а потом натурально, это же WCW 90, до двух памяти какого года. Мне прям вот это вот улыбнуло. Ну, как ловили шоу, по-моему, ловили, да, видали, и, блин, кто в той, все время забывали. А я вон в Саванну. Саванна, блин, мне почему-то кажется, что там должны быть два мужика, потому что первым я Видаля вспоминаю. Ее не просто поймали и так обратно поставили на прот, а ей еще успели макияж навести, блин, мне прям понравилось. Вот. А, все, да, естественно, Сони Киса ты упомянул, блин, его сочетание с Булерейм тебе как. Потому что, мне кажется, это вот прям все то, что Булерей, вот как персонаж, если смотреть его эволюцию аж с 95-го года, это ровно то, чем Булерей не является. А тут весь из себя такой правильный, блин, пошел. Танцевать, дружить и на руках таскать Сони Кисы. Ну, ну так, оно было прикольно, что они сначала танцевали, а потом, когда Кис уже на руке запрыгнул, Дрей ему просто так скинул, что мне пропало. Нет, он сначала подержал, но потом-то, грубо говоря, это все же продолжилось как-то условно. То есть, я не буду говорить, что у них какой-то там, блин, хотя не знаю, мне что-то показалось, что у них какой-то там последовательный. А, они же провели ватсап этот прием. То есть, в этом смысле, они продолжили взаимодействие какое-то совсем не Булерейевское, потому что, да, он, и потом, блин, тоже же, когда тащи столы, или что он крикнул, я не, блин, я без звука смотрел, он уже подошел и хлопнул, как Дивона по груди, и Кис такой, о, блин, я сижу, думаю, господи, это какая-то кринжатина страшная. Ой, блин, что еще вспомнилось такое, из мелочей, может быть? Ой, из мелочей, не знаю, конкретно, кстати, в матче, прям понравилось. Ну, опять-таки порадовало, что и времени хорошо дали, ну, и, грубо говоря, последними и выбрасывали, перед тем, как Грейс и Булли остались. Я, кстати, тоже хотел бы здесь сказать, почему-то, ну, не почему-то, кстати, я могу вполне сам для себя это объяснить, не знаю, кому будет достаточно этого или нет, Калин Кинг после того, как ушла из All Elite, очень сильно прибавила, и я это связываю с тем, что она стала получать нормальное, адекватное телевизионное время. Она появлялась, даже веб-шоу в NWA ей помогали, потому что она это время имела, как не просто для сквоши в одну или другую сторону, но и, опять же, время эфирное в импакте ей помогло очень сильно. Она, правда, выросла за предыдущий год очень-очень серьезно. Это, безусловно, еще ничего супер какого-то выдающегося, но это вот то, что без хайпа, вокруг нее пока вроде особого хайпа нет, но это то, что вот прям становится очень заметным, насколько у нее идет прогресс. Это похвалить, правда, очень сильно можно. Грейс, мне кажется, она худеет, ну вот в смысле именно худобы, худобы в смысле не толстоты, вот так. Прямо с каждым матчем, мне кажется, все сильнее и сильнее. Я не знаю, на харту килле, наверное, уже будет вообще, как это сказать, ну, ноги там, где мышцы таких вот раскачанных нет, и талии у нее будут прямо вообще в отрицательных значениях. Я не к тому, что это отрицательно, я к тому, что у нее пошел какой-то в этом смысле, ну, не знаю, перекос, не перекосно, вот что-то такое. Ну, я и хочу сказать, что так действительно идет. Она даже и смотрится, вот как бы ее подавали раньше в такую как прям убийцу, но она когда была с полнотой, ну, вот, немного не то было. А сейчас, когда вот уже она рельефная, и прям, ну, уже действительно ощущается, что вот эта барышня может другую просто прийти и убить. Да. Ну, хорошо, давай, что-нибудь еще по результату, по победителю можно здесь, стоит добавлять, потому что, правда, показали вроде бы и несколько вот этих самых дебютов, и с Козловым, с Прудиосом достаточно любопытно получилось как появление, но и Роу, кто выбросил сразу Фонданг? Моментально же вы... А, Джейки его сразу выбросил. Моментально. Что из этого всего дальше? Потому что потом, вот как-то они быстренько начали все зачищать, и в течение буквально двух-трех минут, прям натурально, вот после того, как вышел Данго, все потихоньку и разбрелись, и разбрелись, понавыкидывались, и осталось всего двое. Причем не обошлось и без того, что и... Кстати, Кайлен Кинг, ты упомянул, ее же выбросил-то Рэй. Одновременно же был. Одновременно Рэй выкинул Кайлен Кинг, а Грейс выбросила... Кого? Эрика Янга? По-моему, да, Янга или Джейка, кто-то из... А, нет! Зака Райдера она выбросила, блин! А, к кордону, да! Да-да-да, тоже, кстати, возвращение такое достаточно любопытное с точки зрения того, надолго ли все это. Вот. И просто я к тому, что я не поддерживаю вот это вот все, как это, противостояние и матчи мужчин против женщин, потому что я просто в это все не верю. И здесь, даже при всем том, насколько Грейс поработала над внешностью с точки зрения раскачанности, я не поверил, нет, вот мне это было нет. Она с первого этого, я не знаю, как это назвать, насосного драйвера такого, блин, как это назвать-то правильнее. У нее это наверняка прием с инки называется, причем наверняка связано чем-нибудь таким. Нет, у нее раньше был Грейс-драйвер, а сейчас у нее я не помню. Ну, через вот этот герно-драйвер что-то такое. Ну, через насосный подъем такой, да. И тут бас, раз, и все, и моментально с первого удержания Булерей удержан. Ребят, мне кажется, вы немножечко переборщили с этим. Ну, и не удержусь от того, чтобы сказать, что Булерей сам прям ноги поднял для удержания. Мне это очень сильно бросилось в глаза. То есть, я понимаю, к чему они вели, я понимаю, для чего это сделано, и я, в принципе, готов с этим согласиться. Но вот к тому, как вы это провели, ребят, ну, Булерей, который ложится с первой атаки, да, перед этим Грейс там что-то наваляла ей, но получается чистая победа вот такая. При том, что несколько раз они же как раз, и когда Грейс выходила, они постояли, у них разница вот такая. И когда они вдвоем остались, у них разница была такая. И когда они обменивались ударами приема, было видно, что разница вот такая. Ну, ребят, ну, блин. Я не знаю, меня это отталкивает, потому что, ну, это только на бумаге работает. Вот именно такое. Это вопрос не к Ресли Раме, не к Ресли Аршаме, это вопрос к сценаристам, к букерам, которые вот такой матч и такой исход устроили. Я так понял, что они пытались такого, типа, как элемент неожиданности сделать, что Рэй отвлекся, потому что он же сначала Грейс сходил и началил, потом она провела пару ударов, и как-то прям очень резко, то есть, ну, мне кажется, пытались вот это там играть, что Булли просто уже забаловался, отвлекся и... Я не согласен с тобой, он не отвлекался. Они, когда выбросили оппонентов, этих оставшихся двух последними, Рэй там что-то подержал, ее на этих самых, ну, сначала ее потолкал, потом попытался на плечи поднять, и она от него отбилась, потом какой-то прием с канатов был, и все, и после этого она провела комбо, после того, как он промазал. То есть, по сути, его отвлечение было, это промах Сентоном с канатов, потому что сразу после этого Грейс навалил этими своими бэкфистами и удержала. Ну, нельзя так, потому что между... Там даже не совсем с канатов, извини, я перебью, он сначала как бы в канаты разбежался, а потом просто пошел уже спокойно пешком и просто вот так вот попался локтем ударить, без разбега, без ничего. Нет, он сидел на канатах, прыгнул Сентоном и промазал. После этого они поднялись, Грейс провела свои бэкфисты, несколько штук, надо хотя бы признать, и после... И после этого, по сути, был финиш. Возможно. Мне почему-то казалось, что атака локтем была такая вот ленивая прямо от гуля, что он причем сначала разбежался, а потом так лениво пошел. Да, это после того, как... Да, он ее на спину сначала сломанул. То есть... Ну, все равно, господи, ты понимаешь, да, что прыжок с канатов просто так промазал и дроп локтем в мимо, но это даже здесь разные по содержанию получается как-то все-таки приемы. Да, он ее на спину забросил, бросил за волосы, потом так пешком прошел, провел дроп локтем, а после этого еще были бэкфисты. Судя по всему, у меня эти бэкфисты хлопнули. Я не знаю, у меня вопросы есть к финишу, очень-очень большие. Опять же, повторюсь, по результату вопросов нет, вполне возможно. А вот по тому, как это было проведено, у меня, да. Погнали дальше или что-нибудь еще добавим? Нет, я думаю, можно дальше. Потому что дальше был как раз-таки женский матч Теринити и Микки Джеймс, и здесь я уж абсолютно точно сразу запомнил то, что в представлении и одной другой посчитали чемпионские титулы из WWE. В принципе, они раньше так делали, иногда, знаешь, вуалировали из серии, что неоднократная мировая чемпионка, или женская чемпионка, или мировая чемпионка, ну, обычно, да, просто Women's Champion, а, или World Champion, не знаю. А тут вот прям W отдельной строчке было выделено. Я не знаю, мне кажется, это нужно было бы тут спрятать, просто потому что, как бы, у вас свой женский дивизион здесь присутствовал на пресс-шоу, и в лице трех, трех же девушек, получается. Ох, не хочется про Жизель Шоу ничего не говорить, ну, сколько там было, три же ведь в этом, в Агантлете? Кайлин Кинг? Рейс? Джерейс, Шоу. Шоу. По-моему, все, да. Все, да. И как-то вот, вот, ребят, ну, я не знаю. А у Джеймс костюм очень какой-то, я удивил. Я не припомню, чтобы она в таком костюме бегала, прыгала. Она хотела показать, что она себе форму привела приличную, потому что обычно же у нее такие, либо штаны, либо такие, как-то сказать, цеплялись на колени, и вниз колени бахрома такая серьезная. А тут она вышла в шляпе, и такая прям вся практически в купальном костюме, хоть и закрытом. Не знаю про форму, но если она хотела показать, что она в форме, то ей не нужно было проводить матч на предыдущем импакте. Вот, кстати, мне по поводу этого будет очень много что сказать. Ага. Она прям сначала, когда выходила Тринити, она что-то непонятное вытанцовывала в ринге. Мы обратили, ну, я обратил внимание, потом, когда она была в ринге с шоу, она ее прям со всей силы углупила локтями. Там было видно, что причем шоу не селит, а что ей, ну, прям на самом деле больно, что, ну. Потом она во время некоторых приемов банально просто не стояла на ногах, она падала. Когда, ну, ее уже судья потом просто выкинул за ринг, когда она там что-то пыталась кричать, она, причем вот после этого она встала на четвереньке так, чтобы у нее был канат между ног и поползла в свой угол. Но это, видимо, чтобы за ринг не вывалиться, чтобы чувствовала, хватиться можно было. И когда передали к Саван, а, перед этим она еще Саванна, когда уходила, она и плюнула в затылок. То есть прям натурально. Там даже звук такого хачка был слышен. Натурально. И когда следовало удержание, она прям, извините, в прямом смысле слова, просто села Саванне на лицо. Я не знаю, как Джеймса оценивать. Я вот честно не могу. Потому что у меня какой-то сплошной негатив вообще от всего прет, связанного с Микки Джеймсом на протяжении, наверное, лет уже двух. Я не понимаю. Она в каком-то своем собственном мире живет. И я поэтому всегда стараюсь делать оговорки такие из серии, что вот пусть тот, кто оценивает, оценит сам. Но, блин, я не знаю. Здесь хотя я очень боялся, что она проиграет, что Тринити проиграет Микки Джеймс. Прямо я натурально боялся. Но зря. Я, если честно, тоже. И про свой мир, как бы, ну, понятно, что у нее там что-то в своем голове непонятно. Но у меня, если честно, тоже возникла вопрос, ну, как бы, руководство, почему, собственно говоря, Джеймс потакал ничего она не добавляет. Потому что даже там, если когда есть какие-то подвижки по цифрам аудитории или соцсетевых интеграций или просмотров, ну, там не такие показатели, за которые можно, нужно цепляться. Но, возможно, видимо, правда, что-то есть. Я поэтому всегда делаю такую оговорку, что, возможно, это здесь все-таки я что-то не понимаю. Что-то не понимаю. По матчу, что-нибудь вот именно в этом матче примечательное было, обратишь внимание, потому что я его даже не запомнил, я не могу смотреть Митти Джеймс, меня злость переполняет, превышает, блин, субъективно. Надо будет, может быть, посмотреть, оценить. Но вот я, опять же, безоценно по матчу тебе в этом смысле доверюсь. Абсолютно ничего не запоминающийся матч. Я причем его смотрел в прямом эфире, потом я пересмотрел на утро. Вчера, когда писал обзор, ну, опять как бы был повтор этого матча, то есть, ну, там, грубо говоря, прошло часов 10, я посмотрел три раза. Я не помню ничего, кроме того, что Джеймс сдалась, и все. А она сдалась прям. По-моему, да. Я сейчас пытаюсь концовку вспомнить, и я ничего не помню. Блин, наверное, наверное, лучше. А, еще, кстати, обратил внимание, что этот матч же судила их вот эта новая судья, относительно новая, она с прошлого года судит. В этом году она была представлена как одна из трех постоянных судей в начале года. Элисон Ли, она просто такая огромная. Они же пробовали в прошлом году, я не знаю, ты запомнил, шоу нет, к ним приезжала афроамериканка, девушка-судья такая, тоже весьма немаленькая. А потом очень быстро заменили ее вот на эту блондинку. И она больше всех. Она просто и выше, и как-то внушительней. И я вот на это тоже обратил момент внимания. Мне кажется, тоже не случайно это сделали, потому что, ну, как бы показать, смотрите, мы тоже здесь можем. Она, кстати, и мужские матчи тоже судит. А там, да, там, по-моему, она Тринити реверсировала Микки, как это у нее, ДТ называется? Микки Ти. Мик ДТи. Мик ДТи. И потом этот свой фирменный, блин, я не помню, как он у нее называется, ДДТ. А, да, 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 ДДТ ногами она провела, стоя на руках. Я не помню. Блин, я ни одного приема, не помню, как называется. А потом вот этот свой финишер, который, да, который она с недавних пор исполняет, вот этот, я не знаю, боковой чинлок, как это правильно назвать? Боковой чинлок и ногами она удерживает. По-моему, если его она тогда удержала. Или нет? Чем матч закончился? У нее, вот я помню, когда она держит руки ногами, а сама так вот этот, как Ригл, Ригл, Ригл Стреч делает. Такой странный. Или нет? Да, или как эти, или как улица Сатурна, которая с попыткой вторую руку ногами захватить. Вот, да, это оно и есть, да. Только она там еще такой этот боковой. Ладно, блин, я что-то честно не помню, поэтому я просто не буду говорить. Вот, но в любом случае Тринити победила, сохранила титул. И вот, кстати, а что скажешь про ее чемпионство в целом? Потому что много видел, читал таких авторитетных, якобы обозревательских мнений о том, что Тринити это едва ли не самое значимое подписание в истории импакта. Как на твой взгляд? Она тянет? Вот, высокий статус? Потому что, ну вот, я стараюсь как бы в это все поверить, я готов это передать с чужих слов. Я не вижу это ни с точки зрения рестлинга, ни с точки зрения каких-то промо. Вот она как была, не умеющая связать два слова, но на ринге нормальный, средненький уровень. Так оно и осталось. Или для импакта этого сейчас достаточно? Не, если честно, сейчас мне как-то вообще сложно судить, потому что, по сути, она выиграла чемпионство в Труатсо, но это было сразу понятно, что она его выиграет. И кроме защиты Джеймс, по сути, она защищала только от Шоу, насколько я помню. И все. Тут, знаешь, проблема-то в чем? Проблема не в том, что она выиграла титул, и это было понятно. Проблема в том, что любая рестлерша из Double W, которая переходит в TNA, она рано или поздно, чаще рано, она титул выигрывает. По этим, по защитам, я, по-моему, помню, у нее была защита от, на предыдущем, на предыдущем импактовском шоу сентябрь, за неделю до, за неделю до тысячного импакта, Виктори, Виктори Роуд, желтая заставка, Алиши Эдвардс там была. А, ну, господи, точно. Ну, с Алиши Эдвардс там тоже как бы сложно что-то судить. Ну, я имею в виду, что да, в плане качества матча это будет немножечко другой, причем там же, по-моему, был матч у Грейса с Пураза, хотел сказать, очередной, и как бы было понятно, что по качеству, блин, даже мне, которому не нравится ни Грейс, ни Пураза с точки зрения рестлинга, даже там, ну, сложно было что-то противопоставить, вот, а здесь, очень много всего такого, что относительно импакта на словах заявляется очень громче, чем есть на самом деле. Но, может быть, сейчас так и надо. Не наставлю. По Тринити, я не знаю, мне кажется, вот на нее уже как-то стоит выводы делать, когда с какими-то другими противницами посмотреть, которые, как бы... Давай так, вот тебе тоже вопрос, что, кто, как должен провести матч против Тринити, чтобы это стало вот таким, как это сказать, лакмусовой бумажкой окончательной и бесповоротной. Мне кажется, был бы хороший вариант, опять, чтобы Тринити немного приподнять, с условной Калин Кинг, потому что в рестлинг она... Ну, в рестлинг она сможет сделать, выглядит она внушительно. С Машей, с Киллер Келли, мне кажется, будет рановато, все-таки другой стиль абсолютно. Мне кажется, Тринити такого, что около хардкорная вряд ли потянет. вот, ну, и да, скоро будет матч с Грейс, в принципе, самая такая вот противница. Не пора будет проигрывать? Возможно, и пора. Ну, правда, опять вопрос, что как бы это дальше Грейс даст. Ну, хороший вопрос. И что это даст титулу? Я, на самом деле, сейчас призадумался, и по-хорошему, по-хорошему, вот как раз-таки матч с кем-то, типа Микки Джеймс, должен был бы стать таким тестом, так сказать, вот этим последним билетом на поезд признания. Но Микки Джеймс, блин, ну, я не знаю, я не могу это оценивать объективно, вот тоже, если кто слушает и сам задумается об этом, достаточно ли Микки Джеймс, как вот этот финальный экзаменатор, чтобы Тринити ушла в это финальное, в свое однозначное плавание, как действительно я суперзвезда, которая самостоятельно что-то где-то тащит. Хочется у нее порадоваться, но что-то как-то придумать вот у меня лично не получается. и к Мейн-Ивенту... Я не знаю, извините, просто что слишком Микки Джеймс привзят, но как бы вот после его последнего Родео, то, что она там все эти истории напридумала после вот этого пьяного матча, ну, как-то так себя на таком экзаменаторгейтки теперь выглядит. Пьяного матча, блин, это хорошо. Ладно, тогда я догадываю к Мейн-Ивенту уже, Джош против Шелли. Еще раз повторю, я очень думал, прям реально я был чуть не убежден, что Александр титул себе вернет. Но, видимо, у Шелли есть какие-то аргументы. Хотя, кстати, тоже Шелли, если я правильно помню, он же около полугода, несколько месяцев не выступал, потому что пропустил какой-то букинг, который ему назначили. Да, он врачом подрабатывал или кем-то по-моему, с кармонирусными работал. да, да. Нет, я имел в виду, что помимо этого у него потом еще был одновременный букинг в Эмпакте где-то в Индии, он сказал, что, извините, в Индии я договорился раньше, поэтому я в Эмпакт не приеду. И там чуть ли не у него какие-то проблемы с визой, ну, не проблемы, а вопросы с визой возникали. И вот такое ощущение, что ему, правда, отдают обратно то, что он недополучил. Потому что здесь я готов вспомнить, например, какие-нибудь, блин, я даже не знаю, на самом деле, какие годы я бы здесь вспомнил. Хотел сказать, что какой-нибудь 2000, сначала хотел бы сказать 2012-2013, когда Шелли, на мой взгляд, мог бы быть чемпионом и должен был быть чемпионом, но потом вспомнил, что он там вообще-то же чуть не уходил из компании, по-моему, вообще на несколько лет. Да, да, да. Можно бы, хотел бы, тогда Сейбин, кстати, получил, очень в бомжовых шортах было, это ужасно, отвратительно было, конечно. Хотел вспомнить пораньше какой-нибудь шестой, седьмой, восьмой годы, но тоже вроде бы, наверное, тогда он не особо прокатировался, потому что тогда пришел Курт Энгл и как-то сразу стало понятно, что нужно немножечко что-то более представительное для уровня чемпионства. Но мне кажется, вот правда получается, за все годы, что он проработал в импакте, ему такое ощущение, вот это чемпионство все воздается. Я лично считаю, что это все очень круто и матчи получаются очень крутые, и даже то, что он Александру сейчас не проиграл, это нормально. Я вот везде за то, чтобы какое-то было продвижение, утверждение новых звезд, молодых звезд, а Шелли в этом смысле, это безусловно старая звезда для импакта во всех смыслах слова, а Александр, несмотря на возраст и на все его травмы, это молодое лицо, и это как раз таки созданное на 100% лицо и импактом, это очень здорово. И вот так, мне прям вообще отлично, очень понравился матч. И результат был удивителем, но тоже понравился. Скажем так, приемлем, нормально. Я бы не расстроился и не назвал бы отрицательным даже обратное. Мне тоже понравилось, ну, кроме Тягомотина вначале, как я уже отмечал. В целом, мне даже и результат нравится. Мне нравится Шелли как чемпион, но он как бы и как рестлер как-то вот уже очень много уделяет деталям, мелочам. Такой прям приятный рестлинг становится. Опять за ним интересно наблюдать именно как за чемпионом, потому что, ну, вроде как бы он уже из статусных противников побеждал, но все равно как-то каждому матчу подходит как андердог. Да, 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 да. Есть такое. С Джошем же как-то было вообще без альтернативно. То есть, он был чемпион, ты понимаешь, что против него выходит противник и что он проиграет. Даже Джо Дорин, который до этого ни разу не проигрывал, было сразу все понятно. А с Шелли тут как бы еще с точки зрения результата какая-то интрига, интерес появляется. Угу. Мне, знаешь, что здесь понравилось? Мне очень понравилась концовка с точки зрения истории конкретно этого матча, потому что ведь для меня лично финиша очень как-то оказался внезапным, вот когда я его смотрел первый раз практически в прямом эфире. Мне он понравился. Я не ожидал, что именно сейчас все закончится. Там, по-моему, еще... А по времени, кстати, не помню, как было. Ладно. По времени, в смысле, сколько оставалось до конца часа, знаешь, чтобы это отследить, сколько там еще может оставаться. А потом, когда пересмотрел, там очень, мне кажется, важным моментом стал тот факт, что Шелли сбил, стащил, получается, сбил шлем с Александра. Вот вспомни, опять же, я не вспомнил, честно, я особо не вспоминал, были ли матчи, когда Александр выступал без шлема. У него вот эта борцовская ерунда с ушами. И здесь Александр держал Шелли в каком-то захвате ноги, не помню, какой именно, Шелли вывернулся и вот даже начал даже не бить, а хлестать его по голове, и от одного из этих ударов слетел шлем. И я начал сразу вспоминать, а было ли у него какое-нибудь сотрясение? Потому что проблемы у Александра в первую очередь были с позвоночником, такие, на которые стоило обращать, конечно, внимание. Хотя, слушай, а, кстати, он же пропускал время-то в этом году не из-за сотрясения или мозга? Нет, ритмс порвал. Точно, мышечное у него было повреждение. И я подумал, что, может, для него это обыграть, потому что судья сразу подскочил, там судил, кстати, Дэниел Спенсер, его, по-моему, зовут, такой очень смешной судья, который, кстати, из нынешних у них самый старый по времени работы, у них третий Фрэнк Гастино, очень тоже примечательный лично, ну ладно, это мелочи, это дело отношения не имеет, но, так вот, он побежал проверять, что там с Александром, и я начал спать, было у него какое-нибудь сотрясение или что-нибудь подобное рода, и после этого Шелли провел вот эту свою вертушку, блин, как это, вращающий ДДТ, по сути, сестра Абигейл же ведь, да, если я правильно понимаю, и по сути... Только он как бы не лицом просто приземляет, он немного так вверх поднимает, да, и головой. Прям макушкой, прям четко, вертикально головой подводит. Собственно, и вот пришла эта мысль, что было ли что-нибудь, не было чего-нибудь. Вроде нет, потому что Александр после этого поднимался нормально, и не было такого акцента на врачей, он там ему и на коленах стал его поздравить. Мне очень понравился этот момент со шлемом. Я понимаю, что это никакого отношения к защите головы от ДДТ не имеет, но конкретно тут прям настолько оно сложилось уместно, я не знаю прям даже. Да, я хотел к этому перейти, и вот еще тоже хотел заметить, что вначале Шелли опять пытался работать над рукой, на которой был порван трицепс, но потом понял, что Александр все-таки пересиливает, и такой Шелли понятно, значит, нужно что-то другое пытаться делать. Вот тоже мелочи, а очень классно. Да, в мелочах, конечно, оно все скрывается, и здесь вот этот матч проработали очень хорошо. Я всегда люблю посмотреть, кто был этими продюсерами шоу, и тут вот оно прям оправдалось. Ну и все, тогда что, в завершении показали вот эту промо. Когда Казарианс до озера достал ящик. Блин, это что за фигня была, я правда не понял. Я, кстати, тоже что, мне понравилось, но я не знаю, блин, или как сказать, там ведь они как-то постарались вроде развести, что с одной стороны рестлеры, которые вот эти старые закалки, старого формата, но потом я вспомнил, там была Грейс все-таки, потому что мне казалось Каз, Сейбин, Эрик Янг, Эдзи, ну Эдварг, кстати, тоже сюда не подходит. То есть я думал, только те, кто натурально был вот там совсем давно. Но там нет, там и Александр был, там и Грейс была, там и Алиша Эдвардс была. Ну, скажем так, вот именно так те, кто ТНА не застал, а тогда вот были Джордж и Эдвардс, как бы, Эдвардс-то еще успел повыступать именно в ТНА. Да, да, да. А остальные, да, все-таки на ТНА-эвские ребята были. Ну и потом вот, да, бац, с ящиком, который со дна раскоп... Блин, это что-то, я не знаю. Но круче было бы, если бы только натурально они начали, правда, достали бы ящик и начали бы из него доставать гвозди. Я бы прям поржал. А тут просто вернули. А что они, кстати, говорили? Я не помню. Я просто без звука всегда смотрю, что там было с точки зрения слов. Они же просто замочек этот вскрыли. По-моему, Александр, кстати, вскрывал этот. Там, по сути, начало, что Ян сказал, что вы знаете, для чего нужно... Ну, мы собрались, что как бы есть вот то, чего мы пытались уйти, но это все равно нас не отпускает, что это все-таки действительно мы и вот нужно это все открыть и вернуть. Да. И открыли там некоторые флешбеки. По-моему, Стинга я в этих флешбеках заметил. А может и нет. Но мне показалось, он там был. Ну и бац, все. TNA вернулся. Ну и давай тоже про это вот скажем. У нас время-то еще как раз есть. Время-то, я так говорю, это ограничено сессиями записи одной всем известной программы. Возвращение TNA. Вот. Что? Как? Для чего? Зачем? Я не понимаю. Правда. Ну в принципе, мне и импакт не очень нравится название. Ну оно хотя бы какое-то такое. Почему? Для чего? Есть предположения, мысли, угадайки? Быть может, они будут искать вот какой-то новый телевизионный канал, на котором выступает и может даже какие-то продвижения идут, а там попросили, что ребята, импакт как бы никто не знает, а те иные все помнят. Может такое, но это просто из разряда мыслей. Быть может, что на самом деле, как Скотт Д'Амор потом в этой речи своей говорил, что вот когда мы строили этот промоушен, потом это все, вот как бы когда обломалось, стал импакт, что прям на сердце скребло и вот все время мечтал. Может на самом деле это бы из-за этого, то есть то, что может это действительно некие эфидные промо было, от сердца он говорил. Но это опять все, угадай-ка просто. Я просто честно скажу, вот тоже любопытный тезис о том, что их никто не помнит, кроме как ТНМ, и это, кстати, очень любопытно отражается от того факта, что как бы никакого хайпа у них сейчас нет, никакого внимания к ним сейчас дополнительного нет, а с точки зрения нового телеканала они же принадлежат по сути телеканалу. Ну вот там как это, к чему быть, что телеканал продает свой, по сути, один из самых топовых продуктов, мне кажется, они получают для AXS TV хорошие рейтинги, и они его отдадут кому-то другому? Может, второе шоу какое-то будут делать, ну оставят здесь, например, какие-нибудь повторы, ну как эти, например, New Japan они показывают, то есть тоже там что-то в повторах, а основное отдадут кому-то, ну, тут тоже, ну, я не знаю, это просто, ну, я говорю, пытаюсь угадать что-то. Ну, тут именно правда, только разве что, ну, не только разве что, а вот поразмышлять, порассуждать, поугадывать, может быть, потому что, опять же повторю, я уже это говорил в течение подкаста, TNA всегда считалось глупым названием, всегда и всеми. изначально хотели, чтобы это было, если это игрой слов и типа такой, знаешь, из серии TNA, ну вы поняли, Total Non-Stop Action, ага, но получалось не для всех, потому что не было достаточного количества зрителей, чтобы можно было эту игру как-то обосновать, а как только, вот на том уровне, на котором оставалось, это все было на уровне, либо ты это воспринимаешь, как это все подано, Total Non-Stop Action, OK, TNA, либо это было вот на уровне до Titson SS, и сейчас они к этому возвращаются и подают это каким-то с таким нахрапом, что это наша история, это наша традиция, вот мы сейчас как все вернемся, мы fucking back, они что-то, кстати, выложили, куда, на YouTube или это они в эфире показали, когда раздевалка радовалась возвращением. А, в эфире. Я такой сижу, думаю, блин, пацаны, а чему вы радуетесь? Там в особенности этот, господи, Трей, Трей, Трей прям прыгает от счастья, хлопает в руки, в ладоши, прямо на переднем плане. О май гад, о май гад. А что такого вот конкретно для вас? Вы как бы, вот что, вы не рады тому, что вы были в компании под названием Impact? Или что? Плюс, опять же, ну правда, серьезно, у вас это переименование очередное. У них в предыдущий раз вот этот вертеп с названиями был, 17-й же год, правда, да? Когда они сначала стали Impact'ом, потом Global Force'ом, потом снова Impact'ом, и все это меньше, чем за 12 месяцев. Это вот 6 лет назад. А учитывая, что коронавирусных двух лет не было, это вот вообще вчера было. Я не знаю. Более того, они перед этим, по сути, только в каком году они отказались от названия NWA, TNA. Я хотел сказать в седьмом, но в седьмом они от титулов отказались. В восьмом, а не титулов от, блин, Кристин Кейдж. В седьмой или восьмой, я не помню. Короче, отказались от титулов этих самых. То есть у них тоже ребрендинг был за 10 лет плюс-минус. И вот. Хотя с другой стороны, может быть, это та самая ситуация, когда просто стартовая позиция, дно, грубо говоря, от которого отталкиваться, не такое глубокое. Поэтому и решились на это. На мой взгляд, на мой взгляд, ничего в этом нет в возвращении названия TNA. Абсолютно ничего. Выиграть? Ничего. Проиграть? Тоже ничего. Просто захотели называться так. Другого? Не придумали. А чем плохо Impact Wrestling? Я не знаю. Потому что достаточное количество сейчас промоушенов есть, которые работают без акронима. Потому что надо было как-то уже это прийти к тому, что слово Wrestling в конце любой компании это как бы просто обозначает добавление. Типа футбольный клуб. Так и здесь промоушен называется ну так Impact. Нормальное название. Хотя и, конечно, не особо какое примечательное. Ну и ладно, будем смотреть дальше. До следующего шоу меньше недели, кстати, а там через неделю после этого еще будет это олдскульное шоу, если я правильно помню, throwback, throwdown. А там уже все. Заходим на декабрь, заходим на январь, когда будет hard to kill и вот окончательное ребреник. Посмотрим, как это будет. Кстати, а как ты думаешь, что еще они могут поменять? Потому что уже заявили, что цвета, видимо, а, кстати, не заявили. Цвета могут поменяться исходя из того логотипа, который не представили. А хотя нет, они же сейчас тоже красненькие. Да, они сейчас тоже... Они синие, они полусинее. У них титул с красными буквами. И логотип у них основной на красном фоне, черный этот сам. Да, эти заставки, матч-карды, которые они у себя публикуют, они тоже красно-черненькие. Но каната почему-то синяя. Каната синий, правда. Это остались, видимо, с тех пор, когда импакт был бело-синим. Это было вот... Блин, когда это было? Это лет 10 назад, когда у них шоу начало называться «Импакт рестлинг». Вот, и прям тогда они все это дело изменили. В Британии ездили. Помнишь, когда у них на заставках такие эти фонтаны такого огня белого-синего было? Это тогда было. Что может еще поменяться? Как думаешь? Они про ринг, они сказали, ринг менять не будем, потому что, ребят, это здоровье свое дороже. Цвета, титулы ведь абсолютно точно придется менять, но тоже интересно, поменяют ли они все целиком? Может быть, я тебе верну тот титул, помнишь, который Лось нашел? На мой взгляд, это самый красивый чемпионский титул, который я видел за все времена, ну, кроме, правда, кроме Орла из 90-х WWF. Блин, а диспьют этот Брока мне тоже нравился, но меньше. Вот это вот шестигранное, по-моему, это охренительно крутой титул. С титулами, в принципе, надеюсь. Как я понял, что к музыке они опять вернутся из My Destiny к этой теме. Хотя, я не знаю, но вот эта вот тема, которая сейчас, импактовская, она тоже далеко не самая плохая для именно еженедельных РСНГ. Ну, блин, там мне очень нравилось, когда, не помнишь, переходили со вторника, на четверг, они видео сняли, что типа, ну, так этот же день принадлежит нам. Но какой день, мы же не уточняем. Блин, это очень смешно было. Не знаю, потому что, правда, они вот, кстати, выкладывали в течение предыдущего года разные нарезки из прошлого, и, кстати, 20-летие у них произошло, и несколько юбилейных шоу у них было, именно непосредственно Pay Per View, с каким-то скруглой цифрой. В общем, будем действительно смотреть, как все это будет происходить. Ну, и в завершение совсем, вот эта практика, что они не будут проводить в конце года записей телевизионных, хотя, кстати, я что-то понял, они после Bound for Glory это провели, там Samurai Del Sol появился, я помню, его анонсировали. То есть, у них какой-то набор матчиков после Bound for Glory записан. Вот, а вот впереди, кроме как вот эти Victory, Turning Point в Британии, кроме как Throwback, а, кстати, не знаю, вот этот, блин, Throwback они будут, что ли, показывать? В декабре наверняка что-нибудь, я просто не помню, как оно называется. Как с этим быть? Ну, кстати, у Throwback он в ноябре будет, но вот вопрос, когда покажут. А так, тоже, да. Блин, я сказал, что они будут через неделю после, но правда, они могут записать, а показать-то через какое-то время. Хотя, мне кажется, они будут показывать это на своем стриминговом сервисе в прямом эфире. А так, не знаю, я, кстати, обратил внимание, что у них на самом деле как-то вот Bound for Glory вроде типа как сезон завершается, и потом вот мы просто что-то такое вот а-ля рандомно запишем, это уже причем несколько лет подряд, а с января уже что-то новое начинается. Вообще, им нужно закрыть, получается, до конца года, блин, до конца года 9 шоу вот осталось, то есть 5 в ноябре, 4 в декабре, и затем до этого Hard 2 Kilo еще 2 шоу показать. То есть, я не знаю, где, кстати, они будут наскребывать контент, вот, и каким он, собственно говоря, А у них еще совместно шоу, кстати, будет в ноябре. Да, кстати, это тоже вспомнилось. Но, 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 можно вычесть еще пару шоу, которые они в конце года традиционно делают этими обзорными. Типа, лучшие за год, они же так несколько лет уже делают, то есть, по сути, им нужно закрыть, ну, слушай, все равно получается почти десяток шоу. Так, а я, наконец-то, загрузился к ним на сайт. Да, Final Resolution, блин, я все вспоминал, как у них декабрь называется. Final Resolution, нет, вот оно заявлено 9 декабря, следующее Hard 2 Kilo, и все, кроме как вот декабрь, Final Resolution, Throwback Threadown 11 ноября, и британский тур, больше у них шоу на данный момент не заявлено. Очень любопытно, как будут выкручиваться. Хотя, с другой стороны, правда, мы можем вспомнить, когда несколько, действительно, недель, и без того, что у нас конец года мы показываем Рождество, что-то они все-таки показывали, крутились. Может быть, действительно, какой-нибудь большой этот план готовится. Как я вот люблю повторять, что для All Elite сейчас самое важное это не телевизионный контракт, не очередные какие-то партнерские соглашения дебильные. Им сейчас важен стриминговый сервис для того, чтобы была база, для того, чтобы это можно было показывать где угодно, как угодно, и самому владеть этими всеми правами абсолютно от и до, а не через какие-то там третьи лица. А здесь вот, да, импакту, если у них получится какой-то серьезный телевизионный контракт, худо-бедно, это прям правда очень серьезный шаг наверх. Ну и в остальном, Кирилл, спасибо за обзор, за комментарии. Действительно, смотрим, следим, любопытно все, что происходит вокруг импакта. Такой промоушен, который, правда, переживет тараканов, которые переживут атомную войну, и вот он возвращается к трем веселым буквам. Насколько они будут веселыми, узнаем уже в следующем году. А Bound for Glory в разборе, в обзоре, в комментариях и в аналитике от Алексея Красильникова и Кирилла Ковалева. Кирилл Ковалев, Джокер, спасибо большое. Всем пока. Продолжение следует...